27 лет жизни Людмила Дерендяева посвятила работе в налоговой службе. В юности женщина хотела стать следователем, деятельность которого во многом схожа с инспектором камеральных проверок. Поэтому об окончательном выборе профессии женщина не пожалела. В, казалось бы, рутинной работе инспектор совмещает психологический и творческий подходы. Надо найти какое-то соприкосновение, чтобы могли провести проверку, истребовать документы, найти ошибки, доказать их не только плательщику, но и потом в последующем и в вышестоящий орган, и в суд принести. То есть работа такая очень творческая. Во-первых, надо найти, сопоставить, объяснить, показать, а потом уже и доказать. Главная задача сотрудника налоговой службы – собрать деньги, которые впоследствии смогут получить граждане в виде субсидий, выплат, материальной поддержки из госбюджета. Все живут на налоги, которые оплачивают не только предприятия, население. То есть, чтобы потратить, надо что-то собрать. А наш отдел, который непосредственно занимается, к тому, что они сами платят, еще мы пытаемся исключить всякие схемы, доказать, что есть еще суммы, которые вы не уплатили, то есть повысить собираемость этих налогов. В Саровском штате числятся 102 сотрудника, которые контролируют и помогают налогоплательщикам Сарова, Первомайска, Ордатовского, Дивеевского и Вознесенского районов. Во время пандемии, когда посещения инспекции ограничены, получить нужную информацию и провести операции можно в интернете. Создано более 50 интернет-сервисов. Самыми популярными являются риски проверить себя и контрагента, и личный кабинет налогоплательщика. На администрированной территории к личному кабинету физических лиц подключено 27 тысяч пользователей. В этом году налоговая служба Нижегородской области отмечает 30-летие. В честь юбилея лучшим специалистам вручили благодарности и памятные медали. Хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам родного коллектива за их профессионализм, за ответственное отношение к выполнению поставленных задач. Хочу пожелать, чтобы сотрудники, коллеги получали радость от работы, росли в профессиональном плане. Ну и, конечно, в такую обстановку желаю всем сотрудникам здоровья, всем близким здоровья, благополучия, стабильности, оптимизма. Специалисты напоминают, что до 1 декабря гражданам нужно оплатить налоги на имущество земельный и транспортный. Сделать это можно через банковские терминалы, на почте или в личном кабинете налогоплательщика. Дарья Кузина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.